Театр Наций Сколько лет прошло Почти сразу после моего окончания института Мне посчастливилось поучаствовать в спектакле «Чайка и эскиз» Под режиссерством Евгения Марчелли В Волковском Ярославском театре И когда Евгения Жозефовича пригласили Ставить спектакль «Гроза-гроза» в Театр Наций Он позвал меня на роль Варвары Затем меня заметил Евгений Витальевич Миронов И позвал меня участвовать в спектакле «Иванов» А сейчас мы репетировали до режима самоизоляции Новую постановку под названием «Страсти по Фоме» Опять же с Евгением Марчелли Чему я очень рада и жду продолжения репетиции Вот пока такая обойма моих спектаклей в Театре Нации Я надеюсь, что будут еще постановки Еще роли, знакомства и творческие открытия Вы учились у Константина Райкина И даже первую роль в Театре сыграли в его «Сатириконе» Это правда В 2012 году у меня была большая радость Еще учащаясь на четвертом курсе школы-студии «МХАТ» Мы выпустили спектакль «Ромео и Джульетта» В режиссере Константина Аркадьевича Райкина Моего мастера Где я играла Джульетту Это была для меня первая большая работа На сцене в Тысячный зал Тысячный зал И было очень волнительно И целый сезон Я играла Джульетту На этой прекрасной и большой сцене С замечательными артистами А это, как говорят Это продолжение вопроса А это, как говорят театралы «Секта» Видимо, автор вопроса знает Как именно говорят театралы Судя по тому, что вы играете в разных театрах Вам такой формат не по душе Ну, с этим образом Сравнительным образом театра и секты Мне кажется, с этого надо начать Ответ на этот вопрос Потому что, если говорить Чем похоже И как это можно объединить Смыслово То, наверное, каждый театр В какой-то степени секта Потому что это объединение людей Связанных общим вкусом Общими интересами Общими творческими задачами Энергией И театр «Сатирикон» Это свое пространство Театр имени Моссовета В котором я служу по сей день Это другое пространство И каждый театр Отличается своей Своей такой энергией Вы душе ли мне это? Да Я думаю, что есть Замечательная возможность Выбрать свой дом Коллектив В котором тебе комфортно Реализовывать свои творческие задачи По себе И есть такая замечательная возможность Работать в Театре наций По контракту То есть нас выбирают Благодаря кастингу И знакомиться с новыми людьми Открывать в себе что-то новое Новые творческие задачи Ставить перед собой Поэтому мне нравится работать И в Театре-доме Театре-секте Очень жестко звучит Но это составляющая вопроса Также мне нравится работать В разных театрах Чтобы чувствовать Полифонию художников Которые сегодня творят На театральных подмозгах Следующий вопрос В Театре нации Вы пришли Вместе с режиссером Евгением Марчелли Как вы друг друга нашли И что за новую работу Сейчас репетируете Как я уже говорила В 2014 году Мне посчастливилось Познакомиться с Евгением Марчелли Это произошло благодаря Моему педагогу Режиссеру Профессору Школы-студии МХАТ Виктору Анатольевичу Рыжакову Который тоже был Моим педагогом Мастером на курсе В МХАТе И он мне позвонил Наверное прошел год Как я закончила институт И уже пришла работать В труппы Театра имени Моссовета Он мне позвонил Сказал Алло, Юля Вы же сумасшедшая актриса Я говорю Да Радостно Потому что Приятный эпитет Который Которым меня одарил Виктор Анатольевич Он говорит Юля, я Хочу вам предложить Знакомство с режиссером Оно сто процентов Вам понравится Это ваш режиссер Посмотрите Его работы На ютубе Посмотрите Его спектакль В записи И вы все поймете И так и случилось Я посмотрела Записи спектакля Евгения Марчелли И Любовь Меня постигла И творческая Заинтересованность Дальше Мы уже познакомились Созвонились С Евгением Марчелли И он сказал Юля Приходите На знакомство Это будет Роль Нины Заречной Я делаю постановку Чайки Чехова В своем театре В Волковском Ярославском театре И Я была Тогда Стрижена Коротко У меня был Выстрижен Висок Красные волосы Совершенно какая-то Сумасшедшая Прическа И Я очень боялась Что Евгений Жозефович Меня не выберет Потому что На лицо я Панк А Ищут актрису На роль Нины Заречной В классическом Произведении Чехова Я очень волновалась Но Красные волосы Было прятать Уже некуда И Помню Что мы Видели друг друга В театре В Гоголь-центре Мы познакомились И Я волновалась Хотела Прочитать Заготовила Стихи Отрывки Хотелось Мне Очень понравиться Режиссеру И На что Мне Евгений Жозефович Сказал Ничего читать Не надо Классная Прическа Давай Приступать Уже к работе Вот такая Любовь С первого Взгляда Случилась Творческая В моей жизни Чему я Очень рада И сейчас Мы репетируем Третий Уже мой Совместный Спектакль С Евгением Марчелли Под названием Страсти По Фоме Это По рассказу Сего Степанчикова И его Обитатели Федор Михайлович Достоевский Где главную роль Играет Авангард Николаевич Леонтьев Репетируем Замечательные Компании Я надеюсь Что продолжим Наши репетиции После окончания Режима Самоизоляции Следующий вопрос На роль Саши В спектакле Иванов Вы ввелись На замену Елизавете Боярской Которая ушла В декрет Кто помогал Вам освоить роль Режиссер Тимофей Кулябинжи Из Новосибирска Или он прилетал Специально В Москву Да Дело было так Что Меня пригласили Попробовать Сыграть роль Саши В спектакле Иванов В связи с По-моему Это было за год До декрета Елизавета Елизаветы Боярской В связи с производственной Необходимостью Были даты Когда был поставлен Спектакль И по причине Репертуара МДТ Лиза не могла Его сыграть И нужно было Чтобы был еще Человек На замену И Счастье О, удача Евгений Витальевич Миронов Увидел меня В спектакле Гроза-гроза Евгения Марчелли В роли Варвары И пригласил Попробовать Репетировать Роль Саши Было Очень приятно Ощущать Себя Внутри Спектакля Когда Со мной Репетировал Почти Весь состав Участников Спектакля Иванов И В этот Репетиционный Процесс Возглавлял Тимофей Кулябин Который Специально Приехал Чтобы Меня Вводить В роль Я дома Готовилась Как могла Учила Учила По Видеозаписи Видела Сама Спектакль Вживую Накануне Несколько Раз И Конечно Дома Я подготовилась И Вот За два Дня Очень интенсивной Плотной Работы Я Постигала Уже Сцены С полным Объемом Всех Задач И предметов И костюмы Были И были Артисты Партнеры Которые Очень большая Занятость Но они приехали Меня поддержать Со мной Познакомиться Это было Очень приятно Следующий вопрос Что сложнее Подхватить роль За кем-то Влиться уже В готовый спектакль Или Отрепетировать Все с самого начала Для меня Если быть честной То Сложнее Репетировать Спектакль С самого начала Потому что Процесс Рождения Спектакля Длительный И Сначала Это Читка Артиста В застольный Период Потом Встаем На ноги Потом Добавляются Художническое Художественное Решение Костюмы Предметы Ищется Жанр Ищется Задача Месседж Этого спектакля Сегодня И Так как я По натуре Спринтер Я люблю Чтобы сразу Все было Понятно Определено Мне хочется Поскорее 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 Дойти до Какого-то Результата Я конечно Очень Торопышка В этом смысле И Новолево Прохожу Весь этот Процесс Это Эти Приятные Мучения Творческие Мучения А если Подхватить роль За кем-то То Жанр уже Определен Партнеры Прекрасно Чувствуют себя В своих Ролях Знают Текст И По сути Ты должен Просто Выучить Текст Понять Свою Линию Поставить Перед собой Свои Творческие Задачи И Реализовать Свои Творческие Амбиции В Новом Материале Услышав Все Вокруг Что накопили И наработали Партнеры Режиссеры В этой работе Мне кажется Вводиться И подхватывать Это тоже Прекрасно Хотя И рождение Спектакля С нуля Это тоже Отдельный Чудесный Процесс В кино Часто Приходится Проходить Кастинг А в театре Как режиссеры Выбирают актрис По какому принципу Складываются Прочные тандемы Как у вас Марчелли Очень хороший вопрос Потому что Я не знаю На него ответа Мне кажется Что прочные Тандемы Актерско Режиссерские Складываются Не только При нашем участии Но и помимо Нашей воли Есть Магия В этом Есть момент Химической Связи Должен быть Какая-то Какая-то Заинтересованность Человеческая Творческая Между актером И режиссером Наверное Кто влияет На это Так сказать Сложно Это должно быть Мне кажется Взаимным Волшебным Процессом Конечно Как во всех Отношениях Не исключающим Трудности Понимания Трудности Изложения Своих мыслей Привыкания К друг к другу Мы же все Очень разные Но Вот Как происходит Кастинг В театральном Пространстве Я до конца Не знаю Потому что Я служу В репертуарном Театре Имени Моссовета Где Происходит Назначение На роль И дальше Я пробуюсь На конкретную роль Пробую ее читать И осваивать Уже в репетиционном Процессе Такого кастинга Чтобы на мою роль Было много Много человек И мы все стояли В одну линейку И читали Материал Такого не было Со мной Но я бы Хотела попробовать Наверное Элемент конкуренции По другому Может раскрыть Творческий потенциал Человека Ну Здоровый Конкуренция Хороший Следующий вопрос Мы все люди У актеров тоже бывает Разное настроение Это правда Есть ли у вас Какой-то ритуал Как вы настраиваетесь На вечерний спектакль У меня ритуал Достаточно простой Он связан с тем Что я беру в руки Текст Того спектакля Желательно Чтобы я взяла Правильный текст Именно того спектакля Который будет вечером Играться на сцене Повторяю Все свои слова Чтобы вспомнить Тон автора Тон произведения И потом Я надеваю костюм Гримируюсь Смотрю в зеркало И привыкаю К тому виду В который Я облачилась Уже Облачившись В костюм Персонажа Потому что Смотришь На себя Есть такое Выражение Ты я Или не я Вот И видишь Что там уже Наверное Не я И так и происходит Зазор Между твоим Сегодняшним настроением И между теми Задачами Которые Есть у персонажа Внутри спектакля Фокус внимания Самой себя Переходит уже На персонажа Но если еще быть честным То не всегда Получается Изменить свое настроение Его как-то Искусственно Улучшить Поднять Ну может быть До конца Это и Не нужно делать Может быть Если Не Отбираться От своего Сегодняшнего настроения То Роль Пойдет По-новому И откроется Как-то По-новому И Ляжет На Художественные Задачи Вот И еще и Зритель Почувствует Что Артист Живой Ну Если говорить Не про то Что роль веселая А Я очень грустная Так наверное Не получится Но в целом Мне кажется Что сегодняшнее настроение Может Благоприятно Повлиять На Сыгранную роль И В этом будет Очень Живой Момент Следующий вопрос Веселое Дело Гастроли Это вопрос Веселое ли дело Гастроли И успеваете ли вы Посмотреть города В которые Приезжаете Или это Исключительно Работа В какие Самые Дальние Дали Вы забирались С гастролями Ой Прекрасный вопрос Гастроли Дело Очень веселое Особенно Когда они Не одним днем Потому что Одним днем Это ты с утра Приехал Вечером Загорался Спектакль И сразу После спектакля Уехал Понять ничего Не успеваешь Большая ответственность Большие нервы А если Вы ездите На несколько дней Есть Возможность Действительно Походить по городу Я очень люблю Смотреть Российские города И не только Российские Когда получается Уезжать На гастроли За границу Это тоже Прекрасно А в российских Городах Есть такая В каждом городе Своя атмосфера Своя Архитектура Свой ритм Свой Стиль Не побоюсь Этого слова И мне Мне очень нравится Это изучать И запоминать И Эта Атмосфера И те Эмоции Которые Я от этого Испытываю Тоже влияют На спектакль Который Будет сыгран Вечером И Самые Далекие Мои гастроли Они случились В 2012 Году Я была На четвертом Курсе Школы Студии МХАТ И мы С курсом Поехали В Шанхай В Шанхай Это было Великолепное время Четыре года Ты учишься С одними Теми же людьми И потом Ты рождаешь Спектакль И еще С этим спектаклем Через Пол земного Шара Летишь И тебя Там ждут И принимают И это Был спектакль По роману Достоевского Братья Карамазовы Назывался Он Мы Карамазовы А режиссер Этого спектакля Был Виктор Анатольевич Рыжаков Была Замечательная Атмосфера На нем Очень Творческая Очень живая Это действительно Был наш Такой Значимый Для каждого Из нас Спектакль Гастроли Шанхайские Где Мы первый раз Увидели Огромные Здания Эти многоэтажные Дома Атмосфера Шанхай Удивительная Атмосфера Смешения Азии Европы Такой Стык Стык Всего Это и торговый Город И культурный Центр Какое-то было Безумное Время Говорят Что В артистических Буфетах Не продают Ничего с Чесноком И луком И никакого Алкоголя Это правда? Да Это правда Что касается Театра наций Когда я Первый раз Первые разы Играла в театре наций Я приходила в буфет Перед спектаклем И стесняясь Спрашивала А вот здесь нет Случайно Там Мне было неловко На что Наша Замечательная Ира Отвечала Юль Но ты же актриса Но вы же здесь Все актеры Конечно нет Конечно здесь нет Ни чеснока Ни лука Зачем же Мешать Партнерам Мне показалось Это очень трогательно И так заботливо Забота О партнерстве С Такой Пищевой стороны С пищевого вопроса Но Признаюсь честно В театре Моссовета Есть блюдо И с луком И с чесноком И я Ужасно люблю И то и то И когда я играю Спектакль Где мне Нужно все время Быть около партнера Играть любовь Я спрашиваю Например Пашу Деревянка С которым мы играем Спектакль Великолепный рогоносец Я спрашиваю Паш А сегодня Можно я Немножечко съем Чеснока Он говорит Ой ладно Ладно Ешь Ладно Поэтому Бывает такое Что да Мне мои партнеры Разрешают Потому что Любовь К этому К этим продуктам Очень большая Она Прям Невозможно Меня остановить К тому же Это еще и обеззараживает Это еще и полезно Вот А что касается Алкоголя Это туда Ни в каких театрах Я не видела Чтобы в буфете Актерском Продавался алкоголь Потому что Сложно себе представить Хороший спектакль Сыгранный Пьяными артистами Это Преступление Преступление По отношению К профессии К искусству Хочется На трезвую голову Общаться С автором С драматургией С партнерами И со зрителем И мне кажется Что это очень правильно Честно Искренне Последний вопрос Чем занимаетесь Сейчас На самоизоляции И как боретесь С соблазном Провести все дни В прогулках От дивана К холодильнику И обратно А я не борюсь Я должна вам признаться Что позволяю себе В эти дни Ходить Между диваном И холодильником Чаще Обычного Потому что обычно Именно на это Нет никакого Времени А тут Можно В полной мере Релакснуть И Даже немножко Поправилась На Радости Сложно Артиста Представить Без Сцен Поэтому Я скучаю Я Страдаю И осваиваю В течение Дня Новое Применение Своей профессии Новый Так скажем Жанр Это Вести Прямые эфиры В социальных сетях Мне стало это Очень интересно Потому что Можно пообщаться С коллегами Кого ты давно не видел Обменяться Своими Творческими мыслями Обменяться Настроением И Пообщаться Со зрителями Поэтому Буду рада Нашему Дальнейшему Общению Присылайте Свои вопросы В Театр Нации Буду рада На них отвечать Спасибо Держитесь Самоизоляцией Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...